Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. В прошлом видео, ссылку на него вы найдете в описании, мы с вами говорили о вредителях питуньи и о том, как с ними бороться. А сегодня, как я и обещала, мы с вами поговорим о самых распространенных и частых болезнях этой красавицы. Болезни питуньи не менее коварны, чем вредители, так что здоровье растений целиком зависит от вашей бдительности и своевременно принятых мер. Мучнистая роса. Это заболевание вызывает микроскопический грибок, который развивается на листьях, надземных частях и бутонах. Очаг инфекции распространяется снизу вверх, постепенно поражая все растения. Признаки заражения. Верхняя часть листьев покрывается белесным налетом. Затем пятна распространяются на нижнюю сторону листьев и в итоге покрывают сплошным налетом растения полностью. Это препятствует нормальному процессу фотосинтеза, из-за чего листья питуньи пересыхают, скручиваясь лодочкой. Меры борьбы с мучнистой росой. Чтобы не допустить распространения грибка, сожгите пораженные растения, проредите загущенные посадки и уменьшите дозу внесения азотных удобрений. Опрыскивайте питуньи чесночным настоем 25-30 грамм на 1 литр воды. Дайте отстояться в течение 24 часов. Либо настоем горчицы. 2 столовые ложки порошка горчицы на 10 литров теплой воды. Дайте настояться в течение 4 часов. Также, в соответствии с инструкцией, применяйте препараты SCORE, BRAVO и TAPAS. Серая гниль. Источником этой болезни является почвенный грибок, который проникает в растение через поврежденные корни, либо надземные части. При заражении серой гнилью растение может погибнуть за отсчитанные дни. Признаки заражения. В начале нижней части растения формируются светло-бурые пятна, похожие на сыт. Постепенно они высыхают и покрываются пушистым серым налетом. Вскоре происходит поражение всей надземной части питуньи, независимо от стадии ее развития. Меры борьбы с серой гнилью. Регулярно осматривайте растение и удаляйте опавшие листья, цветки и бутоны. Сократите число азотосодержащих удобрений. Увеличьте долю калийных и фосфорных. Используйте препараты Триходермин, Интеграл, Скор, Максим и Ордан. Топаз в соответствии с инструкцией. Черная ножка. Это активно прогрессирующее заболевание, которое буквально сжигает саженцы питуньи, оставляя от них черный засохший стебель. Что самое опасное, болезнь легко переходит с одного растения на другое. Признаки заражения. Стебель в нижней части темнеет, размягчается и загнивает. Нижние листья желтеют, становятся жесткими и скручиваются. Растения буквально выпадают, легко извлекаются из земли с отделением от корневой шейки. Меры борьбы с черной ножкой. Протравливайте семена перед посевом. Емкости и субстрат продезинфицируйте раствором марганцовки. Всходы прореживайте. Поливайте умеренно теплой водой комнатной температуры. Не допускайте закисления почвы. Используйте 1% бордовскую жидкость. Раствор медного купороса или марганцовки. Буквально 20 мг на 1 л воды. Привикур, Ридомил, Ридомил Голд, Максим и другие препараты по инструкции. Применяйте также триходермин, фитоспорин и настой луковой шелухи или бархатцы. 20 г на 1 л воды. Ну и напоследок хочу сказать вам, что петуния выносливое и здоровое растение, которое все лето дарит нам яркие краски и прекрасный запах. И чтобы обезопасить растение от разного рода напастей, просто прислушайтесь к простым рекомендациям и регулярно проводите его профилактическую обработку. И тогда красочная петуния поселится на вашем участке надолго. Задавайте вопросы, делитесь своим мнением и личным опытом в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали. И вы всегда и все будете знать о своих зеленых любимцах. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok